Федор Владимирович, насколько наш город готов к единому дню голосования? Выборы назначаются задолго до этого дня. Нельзя не сказать, какой большой объем работ проделывают избирательные комиссии, территориальные комиссии, избирательные участковые комиссии. Это получение большого объема различных материалов, как информационного, так и какого-то другого, для того, чтобы обеспечить в дни голосования непосредственно удобные, комфортные условия нашим избирателям, проинформировать их. А на сегодня, если говорить конкретно на сегодняшний момент, то сделано очень многое и почти все. Остались некоторые штрихи и некоторые особенности работы, которые будут выполнять участковые избирательные комиссии, которые приступили к работе на избирательных участках с 8 сентября. Здесь надо, конечно, сразу и озвучить о том, что работают они на тех местах, которые наши избиратели приходили голосовать и на выборах в местный совет. В 2020 году их адреса не поменялись, телефоны остались те же. И работают наши участковые комиссии в рабочие дни с 14 до 20, и в выходные и праздничные, здесь попадают как раз в субботу и воскресенье, только до дня голосования, это с 10 до 2. Если мы говорим, насколько готовы и на каких-то моментах акцентировать внимание, то надо сказать, что на сегодня наши избиратели, придя на избирательный участок, будут обеспечены всем необходимым в части средствами индивидуальной защиты. Поскольку задача стоит в период нашей пандемии, все-таки соблюдать эти требования, и я здесь повторюсь о том, что избиратель будет получать определенные средства защиты для того, чтобы обезопасить себя и проголосовать. Очень много получено информационных материалов, сейчас это распространяется в нашем городе, установлены баннеры, ну, будем говорить, что мы не можем в стороне оставаться, поскольку федеральное телевидение дает нам полную информацию. Вот вы подключились уже не единожды в этой части. Я думаю, что к выборам, к дням голосования мы, конечно, подойдем в полной готовности. Федор Владимирович, а как будет организована процедура голосования? Мы все-таки понимаем, что, и я так понимаю, и мы все понимаем, что три дня это все-таки серьезная нагрузка. Да, вы правы, нагрузка очень серьезная, и в первую очередь, конечно, для членов участковых избирательных комиссий, поскольку все-таки три дня голосования, и первый день голосования, это пятница, и он все-таки является рабочим днем. И есть некоторые моменты, которые мы сейчас стараемся как-то согласовать, в том числе с работодателями, чтобы члены участковых избирательных комиссий, а они у нас работают на общественных началах, имели какую-то возможность, ну, понятно, не более четырех часов, но присутствовать на участке для того, чтобы организовать голосование в пятницу, 17-го числа. Трехдневное голосование в данном случае имеет ряд преимуществ для всех сторон, в большей степени, конечно, для избирателя, поскольку выбрать удобный для себя день, может быть, даже не загружать выходные, если какие-то планы людей, выполнить свой гражданский долг, это вот прийти в пятницу и проголосовать. Голосование будет организовано с 8 часов утра до 20 часов вечера. Особенность, конечно, еще в том, что некоторые скептики, они обращают внимание о том, что а как же вот сохранность документов, частота голосования, выборов, то в этой части, надо сказать, тоже предприняты меры для того, чтобы не создавалось каких-то иллюзий, что лица, проголосовавшие, скажем, 17-го или 18-го, и голоса будут каким-то образом извинены. Этого не будет. Для этого есть ряд моментов, по которым мы можем проговорить. Федор Владимирович, ну а если кто-то не может все-таки прийти на избирательный участок, кому-то трех дней не хватило? Или у кого-то есть какие-то другие причины? Да, есть моменты. Очень широко в последнее время применяется такой метод, как метод голосования по месту нахождения. Это первая категория лиц, которые в данном случае могут уехать на эти дни и быть где-то в другом населенном пункте. Некоторые могут уехать из-за пределы нашего одномодатного избирательного округа. Это очень важно, поскольку наш избиратель, придя на участок на сегодня, получает для голосования два бюллетеня. То есть это федеральный список непосредственно партий, идущих на выборы, их у нас 14. И бюллетень по выборам кандидата по одномандатному избирательному округу. На сегодня в бюллетень включено 9 кандидатов. И здесь иногда могут возникать вопросы у избирателей, почему им дают один бюллетень, а кому-то два. Поэтому два бюллетеня может получить только тот избиратель, который зарегистрирован на территории именно одномандатного салаватского округа номер 7. А в данном случае, если человек приехал к нам сюда и на какой-то участок его приписали, то он только получится федеральный. Я к чему говорю, потому что есть еще время определенное, поскольку до 13 числа включительно, если наш избиратель имеет такую мысль переместиться и не голосовать на том участке, где он прикреплен или по месту жительства зарегистрирован, то можно обратиться к нам в территориальную избирательную комиссию, можно обратиться в любую участковую избирательную комиссию в часы работы и написать заявление с определением того участка, где бы он хотел проголосовать в эти три дня. И, соответственно, мы обеспечим ему такую возможность. А те лица, которые у нас в силу болезни, может быть, находятся в больнице, то мы их тоже не забудем. На сегодня уже работа ведется. В этой связи у нас образована специальная избирательная комиссия, так называемый временный избирательный участок, которые соберут всю информацию о лицах, находящихся на стационарном лечении в больницах, и непосредственно это голосование организуют именно там. Еще одна категория – это, конечно же, голосование вне помещения. То есть мы, как говорим, на дому. Этой привилегией воспользоваться могут лица преклонного возраста, инвалиды. По каким-то другим причинам там не могут отойти от… Кто-то ухаживает за кем-то. По болезни тоже, если дома. В данном случае тоже обращается в участковую избирательную комиссию, и она выйдет к нему и в данном случае выполнит то, что нужно. Понятно. Федор Владимирович, ну, неизменные атрибуты выборов – это урна, это агитация и все остальное. Но мы как-то уже привыкли еще к камерам видеонаблюдения, еще с какими-то вещами. То есть какие-то уже чистотехнические новшества. Это что-то будет? Да, поскольку вот можно будет вернуться к началу нашего разговора о том, чтобы не возникала иллюзия наших избирателей, что их голос где-то будет утрачен или каким-то образом передан другому кандидату. Да, видеонаблюдение. Видеонаблюдение будет работать на всех участковых избирательных участках. Подключится это наблюдение с вечера 16-го числа и выключится только по окончании голосования, то есть 20-го сентября, когда участковая комиссия уже сдаст протоколы и закончит все процедуры. Видео будет писаться круглосуточно, будет вестись запись как видео, так и звукозапись. Поэтому все, что будет происходить на участках избирательных, это будет накапливаться в базу. И в ночное время это тоже не отключается. И те бюллетени, которые будут непосредственно по окончании дня голосования 17-го и 18-го переложены в сейф пакета и опечатаны, и уложены в специальный сейф, который будет под видеонаблюдением. Начиная следующий день голосования, обязательно будет озвучено перед всеми участниками избирательных процессов, в том числе наблюдателями и справимся в тщательном голосе о том, что вот мы закончили этот день с такой цифрой, с такой цифрой и начинаем дальше. Поэтому вот здесь, в этой части, видео очередной раз применяется для обеспечения гласности голосования. Понятно. Ну, у нас в городе живет где-то, по-моему, чуть больше 152 тысяч населения, и все салаватцы пойдут на выборы. Или я ошибаюсь? Все, кто зарегистрированы на территории нашего городского округа, на сегодня число избирателей составляет 104 700 человек. То есть это лица, достигшие 18-летнего возраста, непосредственно и больше. Здесь, конечно бы, и избирательная комиссия работает на предмет того, чтобы довести до каждого избирателя и дни, и место, и время голосования. На сегодня, с момента преступления работы комиссии участковых, они готовят приглашение в связи с пандемией, так называемой. Конечно, приглашение будет размещено в почтовые ящики, поскольку мы не можем непосредственно, как ранее, ходить по квартирам, уточнять что-то. В этой связи также меняется голосование вне помещения, если мы затронем, поскольку существует все бесконтактно, и каждый избиратель непосредственно вне помещения голосования получит отдельный пакет. Вот комиссия приходит, она непосредственно в масках, в халатах, с экранами на лице, с перчатках. Значит, по заявлению устному или письменному приходит к человеку, кто попросил организовать голосование вне помещения на дому, приходит на ручку, вешает пакет, звонит, он получает пакет. В пакете находится также маска, ручка, перчатки одноразовые, два бюллетеня и заявление заполнено. Ему остается только вписать свои данные и подпись поставить. Он забирает этот пакет, дома проголосует и возвращает, выносит, отдает эти два бюллетеня, опускает их в ящик для голосования переносной. И рядом с ящиком, мы так практикуем, прикреплена папочка, в которой он опускает заявление. Вот таким образом. И надо напомнить, что индивидуальную ручку, маску и перчатки одноразовые получит каждый избиратель при входе в помещение для голосования, непосредственно пройдя температурный контроль. Но это одна из мер безопасности. Да. Федор Владимирович, ну, переходим непосредственно к голосованию. Зачем туда идти? Какая важность в этом во всем? Да. Знаете, когда мы вот, элите, лица, которые посвящены выборам, организуют их, занимаются их подготовкой, то они делают для себя определенный какой-то анализ. И вот все уровни выборов, которые существуют, он тоже как идет по кругу. Поскольку вот есть местный уровень, есть региональный. Мы выбираем депутатов местного уровня, депутатов к собранию Курлутая, главу республики, президента страны. И вот есть, значит, выборы депутатов Государственного Думы, федерального собрания Российской Федерации вот восьмого созыва. Периодичность их пять лет. Но вот то, что касается данных выборов, то это ни в коем случае не принадлежащие выборы главы республики или президента. То есть это вот достаточно серьезно, и поскольку мы выбираем тот парламент, который представляет интересы всей страны, и который принимает достаточно знаковые решения для всей страны. Поэтому в этой части это освобожденные депутаты, это их место работы, это их должности. Больше таких нет должностей, как вот только в Государственную Думу непосредственно. Поэтому и исходя из того, что все-таки решения принимаются серьезные, знаковые, их, конечно, должны принимать достойные кандидаты, достойные лица, поскольку все-таки судьба, в том числе и наша, зависит от этого. И поэтому мы должны все, то есть свое мнение высказать, и внимательно изучив ту или другую партию, их программы, те или другие предвыборные программы кандидатов, и, конечно же, вот то, что устраивает каждого, он должен проголосовать. А общее мнение, оно сложится, и в данном случае выборы пройдут. Я думаю, что в этой части пойдет основная масса голосовать, потому что все-таки мы живем в демократическом государстве, и учитывая то, что происходит и вне, это надо делать. Федор Владимирович, спасибо вам большое, вопросов у меня больше нет. Я единственное хочу призвать нас всех к ответственному выбору. Все правильно, я с вами согласен. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!